Всего одно ДТП с пострадавшим зафиксировали за неделю полицейские. Мужчина припарковал свою машину на улице Духовой и пошел по краю проезжей части, чтобы перейти дорогу. Но оступился и упал. Поскользнувшись, совершил падение и ударился ногой о проезжающего мимо автомашину. В результате чего получил телеснепреждение в виде ушиба одного из пальцев стопы. Скорую помощь на место ДТП вызывать не стали. Позже мужчина почувствовал боль в левой стопе и обратился в приемный покой КБ-50. От врачей сотрудники ГИБДД и узнали о дорожном происшествии. Степень вины каждого из участников ДТП полицейские установят в ходе административного расследования. 15 протоколов составили на водителей за управление автомобилем с тонированными стеклами, которые не соответствуют требованиям технического регламента. Светопроницаемость чаще всего нарушается передних боковых стекол автомобиля, то есть стекла передних дверей. Светопроницаемость этих стекол не должна быть ниже 70%. Такая пропускная способность света заложена во всех автомобильных стеклах заводского производства. Наклеивание тонировочной пленки снижает видимость и может стать причиной ДТП. При проверке полицейские составляют протокол о нарушении и выносят постановление. Наряду с этим сотрудник полиции, который возбудил дело, выносит требования о прекращении противоправных действий и даёт сутки на устранение выявленных нарушений. Если водитель не снял тонирующую пленку со стекол, то ему грозит более серьёзное наказание вплоть до административного ареста на 15 суток за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.